МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Средства можно направить на аренду нежилых помещений или земельных участков, приобретение оборудования, расходы на рекламу и продвижение проекта, включая создание интернет-сайта. Ремонтные и строительно-монтажные работы. Заявки на получение гранта принимаются до 7 марта по адресу электронной почты, которая указана на экране. В Кировске продолжается реализация одного из самых масштабных проектов последних лет – реконструкция кинотеатра «Большевик». Объем работ впечатляет. Это самая крупная городская стройка в Химинах. И кроме кинозалов, которых в «Большевике» теперь четыре, в здании разместятся планетарий и интерактивный музей. И при всем при этом работы ведутся с опережением графика. На днях на строительной площадке глава администрации города Юрий Кузин провел выездное совещание с подрядчиком по текущим вопросам. Вместо одного кинозала четыре, а это значит, что в четыре раза больше возможностей у кировчан и гостей гордо познакомятся с новинками кино. Огромный зал кинотеатра на первом этаже уже разделен на четыре сектора. Сейчас подрядчик формирует потолок из металлоконструкций. Металлические конструкции из балок были заведены на новые колонны. В данный момент их обрабатывают противопожарными составами, будут обернуты, сверху будет залито новое бетонное перекрытие. Плиту зальем бетонную, но мы ее зальем в один-два захода. Скорее всего, в один даже. Далее по плану отделка и прокладка инженерных сетей, установка оборудования. На каждом этапе работу подрядчика контролирует администрация города. Юрий Кузин регулярно проводит на объекте выездные совещания. Он отмечает, стройка идет с опережением графика. Кроме ремонта, другой важный вопрос – оборудование. Глава администрации заверил, основные позиции закуплены. Удалось законтрактоваться по основным позициям, включая оборудование кинопоказа, планетария. Это очень хорошо, очень существенно, потому что цикл изготовления, поставки и монтажа очень длительный. Но, тем не менее, каких-то зон риска на сегодняшний день нет. Работы на объекте ведутся с опережением графика. И есть уверенность, что в этом году мы все сделаем так, как планировали. На втором этаже над кинотеатром будет располагаться детская зона и экспозиционный зал. Его посетители с помощью интерактивных технологий узнают о солнечной системе гораздо больше, чем из школьных учебников. В новом культурно-образовательном пространстве также планируется открыть зону игровых автоматов и сувенирный магазин. Реконструкция здания кинотеатра «Большевик» стала возможна благодаря региональному плану «На севере жить». Масштабный проект реализуется при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и компании «ФосАгро». В Апатитах установлен новый рекорд по количеству очищенных от снега за сутки дворов – 60. Именно столько придомовых территорий придено в порядок за отдельные взятые 24 часа. И это на 10 больше прежнего достижения городских дорожно-коммунальных служб. Об этом на брифинг для журналистов сообщил глава Апатитской администрации Николай Бова. На сегодняшнее утро 317 дворов очищено. Рекорд по количеству дворов, очищенных за сутки, был в пятницу – 60 дворов. Это впервые за мои 10 лет работы мы достигли такого результата. Ставится задача до конца этой недели ответственной управления коммунальной инфраструктурой по дворам тему закрыть. Я думаю, у нас это получится. Кроме этого, Николай Бова поблагодарил дворников и работников подрядных организаций за оперативную и качественную очистку города от снега. Напомню, на прошлой неделе выпало более 10 миллиметров снега. «Подрядчику огромное спасибо. Очень оперативно принимались меры по очистке дорожного полотна, межквартальных проездов. То есть, как всегда, работа на высоте». Аэропорт Хибины стал лауреатом 10-й юбилейной национальной премии «Воздушные ворота России». Аэровокзал отмечен на номинации «Лучший малый аэропорт» с пассажиропотоком около 500 тысяч пассажиров в год. Награждение состоялось на выставке «Инфраструктуры гражданской авиации». Руководство аэропорта Хибины подчеркивает, почетная награда – это стимул развиваться и продолжать улучшать условия и качество обслуживания клиентов. «Началась реконструкция терминала. В прошлом году построена новая парковка бесплатная для пассажиров на 140 мест. Это достаточно уникально для России, потому что в основном строятся все бесплатные парковки. Мы решили быть более клиентно-ориентированными, построили бесплатную парковку. Работаем на реконструкции паскостных сооружений. В прошлом году наш аэропорт получил седьмую категорию, что позволяет принимать самолеты большей вместимости, увеличить пассажиропоток. Сейчас активно работаем над развитием газовых перевозок, так что много что делаем, а делается. На этой неделе в Кировске проходили съемки программы «Поедем, поедим» телеканала НТВ. Съемочная группа посетила высокогорный ресторан «Плато», курорт «Большой Вудявор», санаторий «Тирос» и музейно-выставочный центр «Апатит». Столичных телевизионщиков сопровождала моя коллега Анна Белкина, которая успела пообщаться с обаятельным ведущим шоу Федерико Арнальди. Фрагмент интервью в нашей программе. Какие только кулинарные изыски ему не доводилось пробовать. Некоторые из блюд действительно экзотические. Были жуки, были личинки очень большие, скользкие, были термиты, много что еще было у меня. Но единственный раз, когда я жестко отравился, к сожалению, это было, не хочу сказать где, но это было блюдо, которое совершенно популярное, ничего необычного в этом. И там так жестко отравился, единственный раз в моей карьере. А так обычно нет. Даже мой живот закаленный уже. В «Апатитах» случилось лобовое ДТП. При столкновении пострадали два человека. Одному из них доставили в больницу. Фрагмент из программы «Опасно для жизни». «Лада-12» модели и «Лада-Веста» столкнулись в пятницу вечером и наглохо перекрыли полосу движения в сторону города. На первый взгляд, последствия удара кажутся незначительными. Однако в этой аварии получили травмы два человека. Водитель «Весты» и его пассажирка. Примечательно, что оба пострадавших были пристегнуты ремнями безопасности. Впрочем, телесные повреждения оказались не опасными для жизни и здоровья. Виновником ДТП стал 22-летний уроженец Карелии, проживающий в «Апатитах». Молодой человек совершил типичную ошибку, которую многие автоинструкторы называют непростительной. Увидев перед собой препятствие, он выехал навстречку, чтобы избежать аварии. И тем самым устроил куда более серьезное ДТП. «Водитель автомобиля ВАЗ-2112 во избежание столкновения впереди движущимся транспортным средством, движущимся попутно, совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Лад Веста». К слову, дорожного фактора среди причин этого ДТП инспекторы ГИБДД не нашли. Несмотря на сильную метель, проезжая часть находилась в состоянии с соответствующим требованиям нормативов. Воспитанники школы хоккея Сергея Федорова из Кировской «Апатитов» побывали с образовательной поездкой в Москве. С обзорной экскурсией по столице ребята посетили ВДНХ, парк «Зарядье» и храм Христа Спасителя. В музее спортивной славы ЦСКА наши спортсмены встретились с двукратной олимпийской чемпионкой Светланой Ишмуратовой. Самым ярким моментом для юных хоккеистов стал матч чемпионата континентальной лиги между московским ЦСКА и нижегородским «Торпедо». Запечатлеть лучшие моменты помогали ученики медиашколы «Дрозд». Двугневную поездку для ребят организовали благодаря поддержке движения «Дрозд Хибин» и компании «Фосагра». Есть у жителей мегаполиса негласное правило – один день – одно дело. Но у этих парней с настоящим северным характером и спортивной закалкой на этот счет свое мнение. В Москве ребят ждала насыщенная программа – отправная точка Музей спортивной славы ЦСКА. Большинство ребят здесь оказались впервые, но с некоторыми экспонатами уже знакомы. В 2019 году часть экспозиции впервые покинула Москву, чтобы предстать перед посетителями музейно-выставочного центра «Апатит» в Кировске. Теперь же юные хоккеисты сами приехали в святая святых клуба, где их встретила двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова. В свое время легендарная биатлонистка сама прошла путь из маленького городка к мировому спортивному Олимпу. Поэтому с большим теплом отзывается о людях, неравнодушных к развитию детского и большого спорта. Компания «Фасагрова» очень поддерживает лыжный спорт, лыжные гонки, федерацию Елены Вяльбе. И, наверное, по этой линии мы как-то сдружились. Я хочу сказать огромное спасибо компании «Фасагрова», которые уделяют огромное внимание детям, потому что я знаю, что они занимаются не только спортом, но и патриотическим воспитанием. И вообще готовят к уюту кадры для всей нашей страны. Экскурсия по залам спортивной славы захватила ребят. Еще бы! В одном месте собраны свидетельства великих достижений русских спортсменов. В том числе и нашего земляка, основателя хоккейной школы Сергея Федорова. Его примером вдохновляются мальчишки из Кировской Апатитов. Горят хоккеем и к предстоящему матчу, на который отправятся как зрители, готовятся основательно. Как Федор Валерьевич, мой тренер вратаре, подготовил блокнот с вратарями, откуда будут идти броски, коэффициент надежности, пропущенные НГВ. В преддверии самого главного события поездки дроздят в Москву. Матча чемпионата континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и нижегородским Торпедо ребят на домашней арене поприветствовал обладатель Кубка Гагарина Ярослав Дыбленко. Юные хоккеисты засыпали вопросами игрока ЦСКА. Как вы считаете, что лучше, больше играть или больше тренироваться? Когда мы уже акцентируем какие-то тренировки, уже физического вынослива, это уже тяжеловато, и мне всегда приятно. Часть нашей жизни все равно, но играть легче, чем тренироваться и лучше. Специально для наших ребят на время пресс-конференции принесли кубок Гагарина, который обычно скрыт от глаз посетителей арены. Дроздята смогли сфотографироваться с главным хоккейным трофеем и маскотом, талисманом команды. По себе знаю, что это вообще буря эмоций позитивных, когда привозят в такой большой город Москва, то есть много чего узнать, посмотреть и сходить на матч ЦСКА, чемпионская команда, и сегодня приедет хорошая команда играть. То есть ребята вообще в восторге, я их прекрасно понимаю. То есть это всегда мы мечтали об этом и хотели точно так же, да, вот у ребят забылась мечта. Вот и он долгожданный момент. Наших ребят легко заметить на трибунах огромной арены. Сегодня вот мальчишки, 25 человек, лучших воспитанников, которые хорошо учатся, хорошо играют, дисциплинированные, и приехали сюда, в город Москву, на хоккейный матч. И горжусь, что наша школа работает так, и это у ребят останется на всю жизнь. Пусть живут, радуются, занимаются спортом и приходят работать в лучшую компанию страны и мира – ОСАГР. Парни горячо поддерживают армейцев. И даже тот факт, что счет открывают нижегородцы, не сбивает настроя воспитанников школы Сергея Федорова. В перерыве драздята делятся впечатлениями. Матч отличный, ЦСКА делает все, что может. И соперник тоже от него не отстает. Я болею за ЦСКА, потому что ЦСКА там тренер хороший. Они быстрые, у них броски точные. Поддержка юных хоккеистов очень важна для их старших товарищей на льду. Комментатор матча замечает наших ребят. И вот уже вся ЦСКА-арена аплодирует воспитанникам школы Сергея Федорова. Воспитанники ходили из школы, из города Киров, в Бургусской области. И Сергея Николаевича Леонова. Ваша площадка, это будет приятно. Напряженный матч. ЦСКА-торпеда заканчивается победой армейцев со счетом 3-2. Красный, синий. Самый сильный ЦСКА. Впереди у ребят еще один насыщенный день. Первым делом отправляются на ВДНХ в павильон «Космос» и в «Москвариум». Многие здесь и вообще в Москве впервые. По дороге в парк «Зарядье» делают остановку у храма Христа Спасителя. Фото на память. Хотя эту поездку они вряд ли забудут. Уже на пути домой делятся впечатлениями. Запись ведут медиашкольники «Дростхибины». Мне очень понравилась эта поездка тем, что я очень много разного познал, много эмоций. И спасибо Ану Дрост, Фасагра, что организовали эту поездку. Мне очень понравилась поездка в Москву, потому что там было очень красиво. Большие стеклянные здания и белые церкви. Все должны мы гордиться, что Москва – это наша столица. И мы все должны быть рады, что у нас такой есть город. Накануне Дня Российской науки президент Владимир Путин наградил ученых Кольского научного центра государственными наградами. Медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степенью достойны генеральный директор Кольского научного центра, академик Сергей Кривовичев и его заместитель по научной работе, директор Института химии и технологий редких элементов и минерального сырья, член-корреспондент Иван Тананаев. Для аппетитов День Российской науки – особенный праздник, ведь в городе живут и работают более 1300 сотрудников Кольского научного центра. Отметю, что КНЦ – это один из старейших и единственный научно-исследовательский центр Российской академии наук, географически целиком расположенный в Арктике. Центр имеет в своем составе 11 институтов, которые являются обособленными подразделениями или филиалами. Слава поздравления ученым направил губернатор Андрей Чибис. Дорогие друзья, развитие Арктики без развития науки невозможно. И на самом деле весь промышленный потенциал нашей области, он тесно связан с теми научными исследованиями, которые были и в прошлом столетии, и являются основой и сегодня. С учетом тех санкций, которые сегодня введены в отношении нашей страны, перед российской наукой появляются новые задачи и открываются новые возможности. Сегодня наука в Мурманской области представлена очень сильными, опытными и, кстати, многими молодыми учеными, которые приезжают к нам работать. А то оборудование, которое есть в научных учреждениях, позволяет делать новые открытия. И все это для того, чтобы развивать российскую Арктику, развивать Кольский полуостров и Мурманскую область. Ну и я еще раз отмечу, что и для наших ученых, для молодых ученых в том числе, у нас действуют специальные меры поддержки для того, чтобы таких ребят становилось все больше и больше в нашей области. Я поздравляю вас с Днем Российской науки. Желаю дерзать, желаю новых открытий. И, что очень важно, чтобы эти открытия трансформировались в новые современные технологии, которые бы делали нашу страну еще сильнее. С праздником! Удачи! Дерзайте! И в конце выпуска про главное политическое событие не только России, но и всего мира. Американский журналист Акер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Это первое с 21 года большое интервью российского лидера западному журналисту. Пресс-такера Карлсона в Россию вызвал зашкаливающий резонанс как в Америке, так и в России. С утра пятницы интервью опубликовано на сайте Кремля на двух языках. Фрагмент в нашей программе. Кто взорвал Северный поток? Вы? Конечно. Я был занят сегодня. Я не взорвал Северный поток. У вас лично, может быть, есть алиби у вас лично, но у CIA такого алиби нет. У вас есть свидетельства того, что НАТО или же ЦРУ сделали это? Вы знаете, я не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят, ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много. Но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены. Кто заинтересован и кто может. А это были основные события уходящей недели в материалах корреспондентов Народного и не только. Желаю вам хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова